всех приветствую на канале outlook alive сегодня 16 октября пятница у нас опять одни приключения и честно говоря неделя была такая занятая что я вот только-только взяла камеру в руки и хочу начать новый влог вы знаете у нас сегодняшнее утро началось с такой неприятности вчера я отвозила машину на сервис чтобы там поменяли масло фильтры и но всякую вот эту ерунду все замечательно забрала и вчера машинка как новенькая ездила до вечера а сегодня с утра мы по дороге в школу попали в такую ситуацию когда просто начали все лампочки загораться машина еле едет мне пришлось вызывать такси чтобы дети уехали в школу советские дети на такси конечно в школу не ездят но мои поехали сегодня а мне пришлось срочно связываться с гаражом которым была моя машина и отдать ее на дальнейшую проверку мне выдали вот такое транспортное средство акту такая система интересная чтобы машину завести нужно вставить ключик 1 нажать на педаль тормоза 2 и на кнопочку 3 что у нас получается здесь вот у нас выскакивает что машина готова а вот это меня конечно больше всего поразило ручка переключение скоростей это автоматическая машина смотрите я переключаю на драйв она возвращается обратно до нож вы понимаете что вы сейчас поедете потому что вы здесь вот вот я не знаю видно отсюда или нет включена включен значок драйв то есть техника на грани фантастики конечно так не надо сделать реверс значит я опять делаю так и наверх и я назад получается поехала припарковаться вообще надо нажимать на эту кнопочку паркинг у меня смотреть какие модные перчатки это не для этой машины я решила сходить тренажерный зал так как у меня на этой неделе не было совершенно времени уделить себе то концу недели я просто почувствовала себя такой вот развалюшкой у меня начала спина как-то и побаливать и нога сегодня тянет в общем то мне надо размяться по-хорошему сразу скажу что мои тренировки совершенно не помогают мне в борьбе с лишним весом но по крайней мере держит меня в форме физической вот а с весом конечно надо пересматривать режим питания но с мальчишками это нереально они едят сейчас много им нужно мясо а готовить одно им другое нам и я не могу когда у меня с утра сегодня сломалась машина когда у меня было плохое настроение носилась колбасой что я сделал я взяла заказал себе спортивную одежду вот эти перчатки пришли самые первые это я заказывала через amazon prime они доставку делают вообще-то следующий день на перчатки пришли буквально через несколько часов а еще я заказала несколько вещей для тренажерного зала если я приеду из него и они будут на месте я обязательно вам покажу после зала забрала лукаша потому что гоша поехала с друзьями встречаться лука заявил желание купить тыквы к хэллоуину я думаю что у них школе там все дети наверное только об этом и говорят и я сказал ну ладно раз так то давай покупай себе и брату из-за ситуации с машина не смогла съездить магазин а вкусненького что-то захотелось я вспомнила что хотела я испечь такой вкусный яблочный десерт он называется яблочный крамбл готовится очень просто нам понадобится три яблока зимних сортов антоновка прям самое но мы нарезаем кубиками добавляем две ложки сахара и отставляем сторонку предварительно замороженное в холодильнике маслом морозилке вернее натираем на терке я еще смазываю форму остатками масла и дальше нам нужно сделать крошку для этого нам понадобится примерно стакан муки примерно пол стакана сахара и примерно щепотка соли если вы хотите чтобы крошки было мало то уменьшаем пропорции все это размешиваем и добавляем наши натертые на терке масло мы не вымешиваем тесто нам нужно сделать фактически обвалять масло в муке то есть у нас получается такая крошка если вы не хотите на натирать на терке то можно просто нарезать мелкими кубиками крошка получится такая больше более фактурная что ли так собираем крамбл кладем наши яблоки форму и высыпаем крошку сверху вот так вот я утрамбовываю я немножко не угадала с формы я подумала что у меня все влезет ну вот получилось так что еле-еле я туда все это вместила сверху для присыпки можно использовать овсяные хлопья и чуть-чуть тростникового сахара то есть он дает просто такой вот карамелизованную карамельную такую корочку если этого нету и без него все будет очень вкусно и хорошо вот такой у нас получается крамбл он действительно очень вкусный этот десерт вот стоит попробовать если кто-то любит яблоки и надоело шарлотка самое но в субботу как всегда хочется поспать подольше а получается как всегда встается как и будний день после завтрака у всех появляется какая-то безумная энергия начинается этот круговерть и собака и лукаша гоша нас в этот день был у друзей с ночевкой лука вот после завтрака начал такие вот кренделя выписывать к остановись ты же только что поел пришел мой заказ все практически только кроссовки еще где-то в пути я заказала носочки такие носки классные я уже померила это бюстик для занятий спортом с поддержкой средней поддержкой и леггинсы три четверти мне они показались очень короткие но на самом деле это все не так то есть они как-то растянулись и вот такая ковтень вы знаете мне честно говоря не совсем понравилась она сразу потому что внизу есть такая как бы кулиска что ли я думаю что она такая более прямой силуэт и приталенная нет она немножко такая балахонистая оверсайз но ткань классная то есть она такая дышащая очень легкая свободная мы до сих пор ездим в коробчонке до понедельника сто процентов машина останется на сервисе потому что они нашли якобы проблему в аккумуляторе почему они не нашли до того как мы ее давали проверить масло поменять фильтры и так далее неизвестно чего не там делали как надуманная проблема чем-то ездим мы в такой вот машинки все выходные будем кататься сегодня мы перепутали время занятий сейчас торопимся на гольф не знаю сможем мы позаниматься сегодня или нет потому что на полчаса мы перепутали я думаю что 9 30 на самом деле занятия должна быть 9 сегодня вот как-то так у нас последнее время все это забывается идет не по плану время сейчас сидим полчаса будем ждать наше занятие по гольфу хорошо что у него нашлось окошко для нас потому что иначе бы мы просто приехали бы сюда и уехали сейчас попьем кофе и пойдем заниматься в субботу у нас такой спортивный день лука ходит на гольф занимается он полчаса если один если ходит с братом то это час потому что лука не выдерживает у него внимание не хватает концентрации внимания совершенно отсутствует час когда они с гошей то георгий его как-то еще в рамках держит а тренер он не может его удержать и поэтому полчаса для него нормально вы видите уже обзор покупок на мне кофту я конечно буду оставлять несмотря на то что она так как-то вот в блохонисто выглядит мне бы больше понравилось если бы она была приталена вот как сейчас я собрала леггинсы классные леггинсы легкие и там высокая такая посадка то есть они не соскочит ничего если вы садитесь или там прыгаете ну и здесь есть еще такие вставочки дышащие мне это очень тоже понравилось между гольфом и теннисом у нас есть небольшой перерыв мы успеваем заскочить домой переодеться теннис у нас тоже полчаса и по возможности мы проводим занятия на улице даже вот такая погода небольшой дождь не помеха лука стал более толерантно относиться к смене погоды в прошлом году было практически невозможно заниматься на улице если небольшая дождинка или ветер в этом году он как-то более спокойно относится к этому если уж совсем проливной дождь то есть возможность заниматься в зале на площадке для сквоша ну на свежем воздухе всегда гораздо приятней гоши приехал от друзей и лука сразу его уговорил заняться с ним творчеством они решили сделать тыквы к хэллоуина украсить подоконник честно говоря я очень опасалась за острые ножи но как-то они спокойненько справились я там правда луке несколько моментов помогла но в принципе практически все они сделали сами творческий процесс он затягивает после этого остался такой творческий беспорядок на столе но это ерунда мелочи и лука упросил георги помочь ему сделать костюм к дискотеке в школе будет дискотека и лука выбрал у нас персонажа из майнкрафта это крипер мама мальчишек могут быть в теме мне кажется это что-то типа зеленого зомби вот сейчас он делает себе аксессуар это взрывное устройство тнт а гуш ему помог сделать маску комфортно так покажи свой динамит крутой не взорвется у тебя до школы ты не донесешь да зачем не досохла еще лука что давай пускай подсохнет еще чуть-чуть нормально коробка удобно на голове удобно не потеряешь ее на дискотеке а на этом я с вами прощаюсь как всегда жду ваших комментариев и лайков подписывайтесь на мой канал всем пока и до новых встреч